Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Депутаты ОЗС не поддержали Титова в качестве руководителя бюджетного комитета. На пост главы вновь созданного комитета по экономике, бюджету и развитию предпринимательства Романа Титова рекомендовала рекотделение «Единой России». Ранее, напомню, Титов уже возглавлял бюджетный комитет и, по мнению партии, успешно. Но из коллег по ОЗС за Титова проголосовали только 10 человек, 7 воздержались. Поскольку в комитете 20 парламентариев, то для избрания на пост главы комитета не хватило одного голоса. Напомню, что и сейчас Титов является руководителем комитета по регламенту. Экономика. Уровень безработицы в Кировской области 3,8%. Такую цифру по отношению к численности рабочей силы приводит Кировстат, где подвели итоги за 2022 год. Что интересно, в городской местности уровень безработицы заметно ниже, чем в деревне. 3,6% и 4,3% соответственно. Итоги обследования показали, что каждый второй из безработных по собственному желанию уволился с предыдущего места работы. Средний возраст безработных 41 год. Образование у более чем половины соискателей, среднее профессиональное и среднее общее. На поиск нового места работы уходило в основном по 4 месяца. Большая часть безработных обращалась к друзьями, родственникам, каждый пятый в службу занятости. В эфире экономика. Одно из самых старых зданий Кирова могут сдать в аренду за 1 рубль. Кировская гордума поддержала инициативу передавать в долгосрочную аренду здания, входящие в список объектов культурного наследия по символической цене. 1 рубль за квадратный метр в год. В числе зданий, которые показали во время презентации депутатам, был в том числе дом Аверкия Перминова. Одно из самых старых зданий в Кирове. Объект расположен по адресу Спасская, 10. Предполагается, что арендаторы возьмут на себя обязанности по восстановлению объектов культурного наследия. У города денег на их ремонт и реконструкцию нет. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика»